Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Я смотрю, кто-то уже в инстаграме узнал, что я нахожусь в Париже на неделе Му. Меня пригласили Лореаль, и они меня здесь везде возят, возят на показы, показывают Париж. И очень-очень им благодарна. Они мне даже коробочку подарили с подарочками. Потом в видео вам все это покажу. Еще не успела никакие фотографии выставить вообще. Вообще, все, что я тут успела пока, это сходить на один показ и съесть кучу фуа-град. Я себя показываю. Не, вы можете говорить, чего, а вы не мешаете. Какой крутой шарф. Спасибо, неудивительно, но он крутой, потому что он мамин. Ты что, в Париже? Да, я в Париже где-то была. Я только что рассказала в начале трансляции, почему я здесь. Здесь очень холодно, погода просто жуткая. Идет дождь, град даже вчера шел. Ну, неудивительно, потому что вот такое у меня свойство есть, что я привожу в Европу плохую погоду. Но город, конечно, потрясающий. Знаете, у меня было достаточно специфическое отношение к Парижу до того, как я здесь побывала. Я последний раз была здесь лет в семь и помню только Диснейленд, но я в восторге. Ни с чем не сравнится, конечно. Погода, да, погода, я только что говорила, ужасная, град, дождь, на улице так холодно, даже невозможно вообще ничего делать. Где я нахожусь сейчас? Блин, меню нету рядом, я не знаю. Как называется место, где мы находимся? Рестара. I'm sorry, what is this place called? What is this restaurant called? Отель Кост. Ага, окей, thank you. Вот только что мне сообщили, что мы находимся в отеле Кост. И сидим, кушаем, но это очень красиво. Я не знаю, что вы. Это вот, я знаю, моя тарелка. Так вот. Я, кстати, сразу не догадалась. Я почему-то давно в Перископ не выходила, и тут я сидела. О, точно, надо выйти в Перископ. Может быть, у меня даже получится на Wi-Fi отеля показать, выйти на улицу, показать вам Париж. Поговорим на английском, мне очень нравится. Спасибо. Мне приятно. Стараюсь сейчас снимать параллельно и на русском, и на английском. Не совсем получается. Очень здорово. Будет ли влог из Парижа? Пока не знаю, скорее всего, да, потому что очень много материала, интересных событий. Спасибо, спасибо тем, кто пишет, что я красивая. Это просто хороший макияж. Спасибо. Одна ли я из блогеров на неделе моды? Если я правильно понимаю, да. Я приехала от России, и я сейчас единственный блогер, который здесь находится. Это тоже очень приятное обстоятельство. Тяжело ли лететь? Лететь 3,5 часа, и да, это долго. Ну, наверное, это не так долго, потому что здесь, помимо меня, еще несколько ютуберов из Кореи и Японии. Они вообще летели 12-13 часов, поэтому грех жаловаться. Устала ли я? Да и ничего страшного. Нет, я не устала. Мне просто холодно. Но на самом деле вот сейчас покушала, и нормальные устрицы сидела. Как много людей. Да, вы знаете, людей очень много, и самое интересное, что во время недели моды очень красивые люди. Такое ощущение, будто находишься где-то в фильме, не знаю, люди в черном, потому что все так модно одеты, все так красиво одеты. И, конечно, я для себя поняла, хотя я была здесь всего несколько дней, что, ну, есть настоящие модели, и есть те, кто просто хотят себя так называть. Вот. Ну, то есть, если ты ходишь по подиуму, ты модель. Вот, все, точка. Никаких других вариантов. Потому что девушки просто потрясающе выглядят. Они как будто бы с другой планеты, высокие, худые. И вот мы даже видели, как они фотографировались, допустим, их ждут какие-то репортеры, и они прям тут же раз и встают в такую красивую позу, от них прям энергия исходит. А вот это все, что типа... Короче, не знаю, не знаю, я не буду сейчас это говорить, но я думаю, все поняли, о чем я. Какой размер ноги, господи. Какой размер ноги 37-й. Кажется... Нет, мне еще не принесли еду, я очень жду свою еду. Почему еще нет моей еды? Сколько время? Кажется, сейчас где-то в районе часа дня. И дальше, кстати, мы едем к колористу, если я не ошибаюсь, так называют люди этой профессии. Ну что, в общем, менять имидж и самый крутой человек по волосам, не знаю, колорист, мастер, наверное, будет делать мне другую прическу, другой цвет волос. Плохое соединение, да? Жалко. Жалко. Но я, к сожалению, ничего не могу сделать, потому что мы сейчас сидим в ресторане и выйти отсюда не могу. С кем я? Я с мамой. Я всегда беру с собой маму. И мы здесь с Анной. Замечательной Анной, которая показывает нам Париж. Стрелки красивые. Спасибо! Визажистка от Лореаль сегодня с утра сказала, что это типичные такие парижские стрелки. Они более толстые, чем те, к которым я привыкла дома. И мне действительно кажется, что меняет лицо и интересно выглядит. Блин, как же люди здесь хорошо одеты, а? Как клево. Очень здорово. Кто-то пишет, что я тебя игнорую. Нет, я тебя не игнорую, просто ты еще не задала вопрос, если не ошибаюсь. В какой цвет буду красить волосы? Дело в том, что я еще не знаю, ребята. Я еще не определилась, я надеюсь, что мне сообщит мастер и что-то посоветует. Вы тоже социально? Я, кстати, была в шоке. Я была в шоке, потому что я вчера выставила видео где-то в середине дня, что на моем айфоне. И за день, ну за 24 часа, ну 714 тысяч просмотров. У меня никогда такого не было. У меня даже видео с мамой столько не набирало. Я в шоке, что вам настолько интересно, что в моем телефоне. Хочу ли я изменить свой имидж? Нет, я не совсем стремлюсь. Кажется, принесли мою еду. Вау, можно ли я встал? Улитки! Рыба! Я единственное, что я никогда не умела этой штукой пользоваться. Они все время выпадают, переворачиваются. Я, кстати, попробовала улиток. У меня были весьма смешанные чувства от этого. Зайди в перископ, когда будешь гулять по Парижу. Это сложно, ребята. Потому что, во-первых, очень холодно гулять, и, во-вторых, вай-фай, ну как бы, как таковой вай-фай на улицах нет. Сколько дней я буду в Париже? Я буду в Париже. В Париже. В Париже я буду до ночи воскресенья. Я прилечу в Москву где-то, наверное, в 5, 6, 7 утра. Вот так. На понедельник. Париж. Да, знаете, я настолько впечатлена, на самом деле, происходящими событиями, что, может быть, я реально выйду в отдельный, ну, как бы, эфир перископа. Не знаю, я расскажу вам свои мысли, потому что, ну... Есть оригинал, скажем так, да? Вот оригинал находится здесь, и это так красиво, это удивительно. А все остальное такое подражание. Поеду ли я в Диснейленд? Хотела поехать вчера, но, к сожалению, из-за погоды не получилось. Кстати, я не знаю, все... Да? Улитки? Нет, я сказала лучше, что улитки мне не очень понравились, но мне принесли уже еду. Так что, я, наверное, с вами прощаюсь до лучших времен. Еще постараюсь выйти в перископ, может быть, выйду из отеля. Так что... Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...